Дорогие партнеры, давайте спокойно воспринимать все, что происходит сейчас в тестовом режиме. У нас только три дня начала вывода в тестовом режиме, когда верифицируется абсолютно связка вся через имейлы, та, которая не существует еще в автоматическом режиме. Для чего просили имейлы у нас, для чего компания сейчас выверяет и подтверждает выводы. Длительный простой, накопилось много зависших в ожидании платежей, которые нужно вернуть на баланс. Я уже объясняла, каким образом возвращаются на баланс эти суммы. Вывод в 500 долларов ограничен именно для того, чтобы дать возможность всем партнерам в первую очередь выводить деньги, которые необходимы. У многих, конечно, 500 гораздо больше лежит на остатке, но это не значит, что будет какой-то льготный режим для них определен. 500 на сегодня, и вот сейчас мы говорили с поддержкой, 500 останется еще на какой-то период, пока не нормализуется ситуация с автоматизацией платформы. У нас пробный период в 15 дней, он остался, он никуда не делся. Объявленный период тестовый в 15 дней по всему миру, он остался. Теперь давайте успокоимся с верификацией. Верификация для вывода в биткоинах не нужна. Но на сегодняшний момент все проблемы, которые существуют, мы заявляем, это тестовый период. Все проблемы, которые возникают, их нужно решать вот сейчас в этот период. Послушала я Жарикова интервью по поводу того, что у него не выводились деньги в биткоинах в том числе. Если это так, то есть он не может вывести деньги с платформы EagleBitTrade на EagleTradeCard, следовательно, у нас есть ru-eagle-bittrade-sobaka-gmail.com. Почта специально созданная для решения этих вопросов из русскоязычной зоны. То есть скриншот ситуации со всем тем, что там написано, логин почта, немедленно Жене, чтобы мы понимали, какие заявки. Вы помните, я говорила две недели назад, что еще Клаудио Энрике заявил, что есть открытая линия, поддержка создана в Бразилии, которая сейчас принимает все косяки. Автоматизация идет методом, извините, привязывания различных регионов и где что происходит, необходимо исправлять сейчас, в эти 15 дней. Верификация для вывода биткоинов не нужна. Еще раз, еще раз подтверждаю, вы выводите биткоин на кошелек, который у нас сейчас един, у них привязка через e-mail идет, поэтому вывод производится в обязательном порядке, затягивается 24 часа. Но мы неправильно поняли, неправильно донесли 24 часа вывод, подтверждение из кабинета и 24 часа подтверждает вторая поддержка. Это тестовый режим. Вторая поддержка подтверждает прибытие денег на платформу, на Eagle Trade Car. К сожалению, это так. Мы сейчас говорили с руководителем группы поддержки в Португалии, она еще раз нам растолковала, рассказала все это. Вывод идет повсеместно. Это диверсия, иначе это назвать никак не могу, от партнера из Венгрии. Я прошу больше никогда подобные факты не выставлять, потому что у него структура более чем 300 человек, 4 вывода прошло. По России тоже они прошли. И Женя нашел подтверждения, которые были тестовые первые. У нас тоже это все было. Поэтому не нужно сейчас говорить о том, чего априори нет. Естественно, легче проходят все выводы по Европе, потому что подтверждения, которые послали изначально на почту, которые рассматривались в первом эшелоне, подтверждения по установленной форме, они прошли подтверждение адреса. Почему? Потому что форма единая для всего мира в России не существует. У нас нет, к сожалению, вот этих фактур, платежей, счетов за услуги, которые по всему миру подтверждаются и в Африке, и в Латинской Америке. Ну так это, никуда не денешься. Эту проблему мы поднимали еще в Дубае. Сандра разговаривала с Клаудио Энрике по этому вопросу. Мы сейчас опять поднимали этот вопрос. Все в курсе, что для России нужна какая-то другая форма. Но не в этом экстренном режиме тестового периода. Все это будет решено позже, но и карты у вас еще нет. Подтверждение адреса нужно для получения карты и для подтверждения вывода фиатных средств. То есть требуют провайдеры, которые обеспечивают нам услугу получения наличных денег. Все. Биткоин-транзакции не требуют верификации вашей. Проблема это серьезно. И эту проблему нужно срочно озвучить через поддержку, для того, чтобы они понимали, где есть ошибка. Но сколько партнеров уже выводили неверифицированные и у всех выводят. Вы думаете, Европа вся верифицировалась? Далеко не так. Но какой-то десяток партнеров в каждой структуре и все. Все. Поэтому у них вывод идет в биткоиновом эквиваленте нормально. И они далее выводят нормально в биткоиновом эквиваленте на КСАПу, либо на КОНБС, у кого где какой счет. Это происходит. Но никоим образом не говорит о том, что они в обязательном порядке были верифицированы. Далеко не так. Теперь по поводу отправки карт. В любом случае, сейчас нормализация ситуации с автоматизацией платформы, вот тестовый режим заканчивается, автоматизация платформы у нас открывает нам возможность выводить лимиты в зависимости от нашего пакета. Мы знаем, что у всех они разные. На сегодняшний день 500, лимит будет продлен. То есть не хотят завязывать сейчас 1000 на вывод. Почему? Потому что, ну вот вы видите, неразбериха возникает какая. Не только у нас эта проблема. Очень большое количество партнеров прорегистрировались на платформе Eagle Trade Card с другими логинами. Автоматизация на этом уровне. Невозможно включение полной автоматизации. Именно поэтому задержка идет по верификации и соединению, синхронизации ваших бэк-офисов. Только через почты. Автоматизация будет только через исправленные логины. То есть синхронизацию полную логинов и почты с двумя носителями, веб-носителями. Ситуация в этом. И не только в России, но и по всему миру такова. К сожалению. Именно поэтому сейчас вот решили оставить лимит все-таки 500. И период 15 дней постараются вложиться именно синхронизация автомата. Но при этом будет выработан механизм на следующей неделе, каким образом исправлять данные. Только с исправлением данных, которые смогут быть верифицированы на двух аккаунтах, то есть логин и почта. Возможность синхронизации полной автомат. Суть в этом. По поводу верификации, которая у кого-то прошла, у кого-то нет. На сегодняшний момент вот все, что касается этого email, который был создан, это было в компетенции именно двух партнерских вот этих поддержек, которые созданы на бразильской платформе и португальской. Дальше на автоматизированной системе верификации будет работать вообще третья сторона. Это верификатор, сайт-верификатор. И мы знаем, что уже на сегодня есть в бэк-офисе возможность загрузки документов. Может еще не проходить сегодня, но день-два это уже все будет работать. Теперь, по поводу того, что проходит, что нет. Мы сто раз говорили с кем только могли, что у России нет возможности верифицироваться именно формами, которые приняты во всем мире. Поэтому у кого-то есть банковская... Я в аудио, которое давала, наверное, неделю назад, я говорила, что у кого есть возможность банковская справка, какие-то счета покупки, все равно что.